итак всем привет с вами джок и сегодня мы продолжаем смотреть реплеи пара дайверту сегодня у нас будет довольно таки интересная игра да это вторая запись первая почему-то умерла я не знаю как это произошло я все себе заспали рил самый интересный момент да ладно давайте я расскажу про игру в общем слева сверху вы уже увидели какие игроки у нас есть и давайте покажу кто в какой команде медведь убийца у нас справа сверху на самом деле киллер киллорва или кило беру как так его зовут такила беру он находится справа сверху и он в теме с голубым алга голубого нас зовут хиз райзен да хиз райзен через точку тут вот нам подсказал о своем существовании другой игрок фиолетовый зима 2004 да он уже вовсе дерется с оранжевым да совместно с желтым которого зовут джеймс байл 321 давайте вы буду просто один сбойл а зима просто зима зима 2004 не без суть а теперь те люди которые очень часто участвуют наших играх как видите один из них это фэнзи и уфы чистой пехотой прогоняет противника уже с главной базы да это будет весело это будет весело бедолага уезжает старается пытается сделать добывает до последнего у него здесь комбайн старатель который уезжает стараться а его союзник это 12 дн 12 пострадать эту в этой игре будет но будет ли это красиво я не знаю в зависимости от того нравится ли вам смотреть на то как создать люди тут буквально люди буквально я вообще вот не понимаю этой анимации они вот заходят давно так их выкидывать через окна но это так же не происходит ни разу по крайней мере этого ни разу не видел ни в одном из фильмов исторических старатель доезжать до своего места да и мсц вроде спасается ну и слава богу здесь 12 дн 12 отбирает у красного его обогатитель и судя по всему решает добывать на полном серьезе решает добывать даже заборчик отстраивает четко четко реально попутно ссориться зимой а джеймс бойл идет вперед ему нужно больше добычи богу добычи чтобы построить большую армию красные в тупике наверное да сейчас он продаст этот кусочек забора да вообще я ванга я даже сюда просто смотрел не повезло не фартанула давай теперь это ну тут конечно противника ссориться тут фиолетовый через заезжая с помощью тенгу вперед ломает экономику до старайтесь что больше пехоты оранжевого 12-12 пытается как-то отбиться зеленый уже пошел в авиацию и сейчас миротворцы умиротворять этот дом да с помощью выкидывания людей через окон нет заново заезжать не будешь а ну тут с помощью тенгу прогоняется комбайн и обогатили бы неплохо было вернуть назад желтый прогоняет в голубого а голубой тем временем доосновывается здесь красный решать все таки наверно уничтожить этот погодитель нет нет оставить его да потом захватим ну ладно не то в любом случае хорошо игрой я уже насладился синий конечно построил здесь турельку но а даже у него и мартой снизу нифига себе ну турелька наверно будет уничтожена да нет но сопельки выжил офигеть какие страсти здесь происходит у нас тут 12 на 12 прогоняет тренировочный лагерь как тебе там через бойл да почему-то голове остался джеймс джоэл 1212 вовсю ссориться с зимой да тут его окружает его место добычи жалко это место добычи конечно же но не мне жалко пчелки а мне не жалко пчелку авиация вовсе уже не только строится уже есть она будет ли второй аэродром вопрос риторически конечно будет ну в принципе на то и верно файл играет тут опалон прям выживает на сопельки на капельки 2 мститель тоже выживает на сопельки и в итоге ничего не убив обратно а фиолетовый продолжает разрушить экономику оранжевого и делает это с особой жестокостью мне кажется оранжевым это не шибко нравится но чё поделать фиолетовый чё фиолетовый делает фиолетовый а ну фиолетовый правильно разрешает экономику что это это я желтый строит аэродром у зеленого появился конкурент в воздухе но при этом еще не какой-то уже есть это красный красный спасает свой обогатитель ну и хорошо молодец давать ему дадим из это медаль кушка ладно потом когда при встрече отдам не бойся меня точно нельзя бояться тут уже летать у полон и старается найти себе цель на нити не получается подмога виде тангу не подлетают фиолетовый продолжает свою линию но нет все у него закончился хп на этот счет тут буквально пытается отбиваться на тенгу от танк бастеров да кстати лайфхак кто не знал пехота с мечами бегать быстрее чем без мечей по-моему даже где-то ролик видел что реально когда главное оружие в карман прячь что быстрее бегаешь в реальной жизни за спину запаркидываешь тут нгу во все разведают а нет это же дружили бы тенгу чем разведу здесь здесь голубой пароход плывет но не качается у них там наверно жесткая туса происходит он же добывает здесь и почему-то и этом игроку и этому игроку абсолютно пофиг на то что здесь происходит у них прям под носом как бы сказал один известный юнит они прямо у нас под носом тут большая такая губа красного залетает в мой стиль по молодец мой стиль правил лишь разрушает энергосацию зеленого и даже сплититься не нравится что в редалерте есть отдельная кнопочка сплита не нравится да это точно что кнопочка такая есть но не нажимаешь и войска сплититься сами по себе так как ты такого реально не хватает эта кнопка классная действительно пока тишина да нет вы как не трестите можно назвать тишиной конечно же зеленого съедают почти полностью всегда ну ладно почти почти медиа но наверное тангу уничтожить здесь все если фензии не придумает как это предотвратить если что эта игра хронологически происходит еще до предыдущего реплея это довольно таки старый га поэтому он еще не знает что там будут такие балансные или знает но в конце концов по игрок на это что знаю с этого имба но красный это точно знает он этим нагло пользуется многострадальный обогатитель снова перехватывается реально многострадальный фиолетовый тут прогоняет экономику оранжевого здесь ему просто надо и добывать свою очередь голубой построил у него свой военный завод а его сборочный цех буквально просто посмотрите на это он еще чуть-чуть еще бы на одну клетку левее бы сделал и его бы вы точно уничтожили забился в уголочек так сказать тут почему-то тенгу себя очень даже спокойно чувствует или за почему спокойствие нарушается мстителями видать пистят они за свою сломанную базу тут также есть фиолетовый тенгу которая богатительный добывать постепенно уничтожает но что я не пропустил так это вот это вот событие когда оранжевый до оранжевый подвергается нападков со стороны фиолетового чё фиолетовый бычу ты куда собираешь а ну там у своему силы был до а зеленый сопровождает отчинить с этих лет который что-то деньгом буквально некуда деваться тут два короче очень много полу на 5 он трансформируется до вверх то он точно умрет здесь счастье с помощью турельки и голубой молодец хороший мальчик у него кстати уже в торгуемости есть нифига себе есть большая гульба танк цунами и этот мсц уничтожает сюда но зато есть запасной да есть запасной когда есть запасной мсц тебе не страшно терять свой опана как развернуться нельзя просто на это посмотрите это так нелепо и смешно я просто не знаю как так вообще просто это видите да блин это так смешно и нелепо это так классно вот это я обожаю рыда верти реально тем временем здесь есть аполлона а вот и начали перед решил зайти глубже познать тайны здесь конечно мастер долго не живет но а правда красный друг за мсц двор уничтожаем упор тут пролетает вообще какая-то мешанина японская тут тебе есть и цунами и робот боевой и т.н. и даже воин императора тут вообще про полный механина который раскатывает все вот жалко у советов катка а так и говоря а советов тут нету да советов тут нет только дни пели и капиталисты да вот так мы все происходит на тут нг или живой бедолага он скоро умрет и дал погибает даже не стоит ничего только сделать во благо своей стране тут два боевых фартолета получается в одиночку расшатывают желтого а желтому есть чем ответить мне кажется мы нечем ответить да мне кажется желудому нечем ответить не просто добыча есть потому что его разрушает прямо здесь не подумал со большая такая ладно небольшая небольшая круг группа но очень многофункциональная которая уничтожает его здесь витара вертолеты сделали свою работу идут дальше они это их прогонять другие такие же кинете так в другой форме и так дамы и господа если вы смотрели этого момента давайте сделаем ставки кто из игроков убрать следующим правильно ответа джеймс бойл десна лично говоря и не подгадывал момент это просто так получилось да только на моих лет лея может быть куча от себя тены вот теперь вот кто следующий как думаете голубой там красный фиолетовый оранжевый кто-то живет до финала вот какие последние три игрока будут живы я знаю ответ на этот вопрос а вы можете сказать в комментариях написать да какие три игрока выживут цвета можете их просто написать я все пойму тут просто разваливаешься завода вылазит тэнгу такой чё происходит вообще его вы уничтожает в итоге да он отправляется обратно жалко что по запчастям и тут тэнгу тоже свой очень помогает минус урон фиолетовый сейчас никак иначе как страдает от оранжевого 1212 кстати зима зовут я забыл царит а медведь убийца вовсю штурмует зеленого у него есть противовоздушная оборона у него есть танки цунами которые будут начинать легкую технику просто как как пальцы обоссать не об асфальта обоссать боевые вертолеты сражаются с боевыми роботами своими аналогами под этот просто фейерверк взрывов шоу взрывов мс и пытается убежать под шок но не получается как видите у нас разваливается вот и что в итоге остается у фиолетового у него как пехот остается это не своя альянса а у него своя тоже может быть пехота круто а красному некуда вступать да ему придется все этого войска отдавать жалко конечно ну ладно они там есть куда вступать вот эта . чё ты откуда есть друг мой друг мой ты откуда едешь наверное отсюда просто ее рабочий откуда-то украл кого-то кого-то из противников украл золото и привоз сюда работе голода просто давайте выпрямим лучше пожалуйста тут снова перестрелка такой красивый баталия вот что-что от спецэффекты в этой игре они реально на уровне они даже сейчас были довольно таки красиво как по мне не знаю может у меня это ретро зрение всякое бывает но мне нравится какие тут красивые эффектики знаете как этот графика в майнкрафте не устаревает так наверное здесь еще кто тоже не устареть когда так тут перестрелка в тенгу но конечно же оранжевый тенгу проиграет хотя бы потому что за ним уже профессионалы вылетели на вертолетах боевых зеленый захапал весь себе остров и на нем сидит 4 чилит а ора ой до оранжевый оранжевый пытается в развитии у него сколько заборов да вот этот вот такой вот колышек это каждый раз новая постройка а вот эти заборы промежуточные они уже сами появляются то есть смотри сколько раз он втыкал здесь забор очень много да фиолетов готовит реально крупное наступление против оранжевого оранжевый это заметил отправить свою основу пехоты основы дождя авиация рассыпается противника ой как жалко тенгу много поэтому ему ничего не страшно тут голубого аполлона аполлона голубого прилетели и вот то что он сделал сейчас вот так свернулся это неправильно сделал мне кажется надо было помочь своему союзнику теперь он получится кэшбэк виде бомб кэшбэк виде бомб взрывной кэшбэк о названии само подходит а то я не знал как назвать это видео тут с помощью рабочих и пехоты чисто тащит фиолетовый старается в пути лица работы его друзья кстати кажется сломан был нет да здесь у него все было сломано фиолетового тем временем даже битва на воде началась как видите субболины я лишь труду базы классового очень сильные мощно до роботы твердой здесь конечно страдают сюда и фиолетовый занят здесь постройку поскольку должен конечно же не будет зеленый все еще здесь ссорится с красным и вообще заметил что когда фэнс играет в паре с кем-то обычно фэнди занят одними противниками а его судник другими вообще другой командой да такое часто вообще бывают у него я не знаю такой план по сути да по сути так и есть не знаю надо у него поинтересоваться так у него специальную вот такая стратегия игры или что или так само собой получается что как бы он берет себя на себя одну команду его среди другую команду ну и как правило фэнди разбирать свои команды быстрее давайте использую свои мечи по назначению ну тут танки отступают на починку правильно делают хочу устроить фуфа с леникс модом красиво взорвали молодцы и спорта тут голубой красный какую-то в одну массу сливается и богу них как будто одна база на двоих ну кроме этой разве что вот здесь они вместе строится вы здесь они вместе строятся очень очень тесный контакт у них в итоге битвы на воде он проигрывает красный но не беда но не беда оранжевые тоже проигрывает просто благодаря фиолетовую но они ходили все равно проигрывает факты есть факты этими поспорить да он конечно красиво фиолетовый работает молодец старается под лица скорее всего он взял так чтобы оранжевый не было верфи тут у него еще есть комбайн у него есть еще ракетометчики ой 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 тут мужик с мечами пришел а как медь закончился все ведь мете разрядился пойди поставь на зарядку 21 век на горели короче 21 век сейчас сейчас уже и мечи тоже на зарядку ставит они тоже электрически тут старается вовсю имперский комбайн просто фиолетовый также всю игру старается как этот комбайн мне кажется приехал спойлер да как красиво это это реально спойлер будущего что произойдет фиолетовую вы дальше посмотрите вот примерно такое произойдет это спойлер туда жара оранжевую часть выходит в будущем в общем как вы видите красиво красиво играет оранжевый фиолетовому плохо но пока у него три обогатителя он может что-то делать да он уничтожается об самоуничтожают об тенгу противника и видать он решает не трогать обогатители а пойти и уничтожить сразу производящие мощности тут тенгу прогоняется с помощью аполлонов аполлона сами по себе эффективнее то чуть больше но тут есть правда турель когда еще и боевой робот вышел так что полон и теряет одного и все равно возвращаются ну не в этом суть как говорится здесь прикольная тактика от голубого перехватывает энергостанцию строить себе не стационарные орудия а потом строить лазерную вышку классно прикольно изучать давайте мы поставим опять за это классно выполнил жалко что току почти ничего не дало ну хотя бы с будоражу оранжевого разбудил да тут обогатителя уничтожается и фиолетово остается на двух обогатителях еще что можно строить это комбайн ну как говорится ничего ничего сидит просто вы видите он просто неоткуда выехал 1 но ничего ничего оранжевому это все еще аукнется а кстати говоря уже оукается да это просто пехота гоняет танк бастер медальки получил даже и оранжевый направляет свой этот взор на красного и голубого скоро на него упадет на штангу мне кажется атака отменяется потому что армия замороженная типа афинита ля комедия удается на трейдер и трейдер и музыку я правда мне привет конечно такой себе ну ладно тут истребитель танку делали он он собирается поговорить с экономикой противника до стрижет экономику противника и завис здесь все можно принципе здесь танку и оставить на патруле сюда заезжает уже голубой с помощью рабочего нифига себе и фиолетовый фиолетовый начинает свой шоу шоу рабочих и нефтевышек я не знаю как это называть но это очень красиво дальше все это дело развития положит но просто вы видите 5 рабочих начинает ушатывать оранжевого а если бы чем-то отведить у него есть только пехота какая-то технику него на построить и если это вертолет это наверное будет спасение его но если нет то это не будет его спасения тут просто рабочий пытается достучаться до своего другого рабочего до просто мщение уровень зима тут красиво красивые уважения очень реально посмотрите на это да лепота и в итоге команда голубо-красная отбивается до райзен и как там убийца медведь райзен и убийца медведь спасаются в итоге отбиваются но рабочие фиолетового не щадят никого не экономику не других рабочих не воинов тут подъезжают и еще соединички для добыча идет полным ходом производства тоже буквально унижает своего соперника только рабочим вы просто понимаете это уровень до боевой вертолет в гневе потому что его его родную хату сожгли но он все-таки улетать дальше по своим делам почему-то не спасается просто не спасает рабочий устраивает полный хаос и жесть а вертолет решает переключиться на здание научит это логично да тут рабочих все еще много до хп у массы не резиновый не растягиваются так что спаси-спаси-спаси-спаси-спаси рабочего нет у них спас его рабочего но тут энергостанция продается да и открывайте самым путь почему эти два рабочих отдельно уезжают куда-то я не понимаю и так что будет делать фиолетовый он загнал в углу помните говорю про спальню вот аналогичные ситуации только в масштабе реально пока здесь происходит какие-то сражения там пытается из-за другого игроки выбить и я показываю вам то как рабочую уничтожать буквально блин уничтожать базового радио просто поднимает уровень уровень вы поднимаете да так тут работе старается подъехать молодцы стараются ребятки эх если бы он сразу подрежав плотную сразу всеми войсками своими было бы круто но нет в итоге что оранжевый да конечно у фиолетового тоже сейчас не шибко много чего есть но он в любом случае проиграл его команда а вот оранжевый нет он бы мог бы помочь своему среднику и все что у него по сути есть это полторы постройки в виде мсц и основы даджо полторы потому что это как бы не полноценная постройка но она может будущем стать и полноценной у него есть бесполезные я реки один из которых почему-то выпал наверх не знаю зачем почему в итоге остаются всего две команды в строю реально да сейчас оранжевый добьет филе этого все-таки но фиолетовый мое почтение ты отомстил себя это точно особенно то что будет происходить дальше это вот точно месть и как иначе до фиолетовый зима потерпев поражение отдадим ему почте в качестве хорошего игрока ну можно туда хорошего некачественно на хороший у нас достаточно хорошо разбег да тут последние я реки пытаются уничтожить стационарно орудия наверно этот я река пойдет в суицид верно пойдет в суицид или останется так здесь он у нас есть так и останется кстати чиниться тем временем зеленый пытается отбиться от нападок голубого с красным вот именно это просто объяснять всю ситуацию зеленого на него тут реально на валидец но божественный луч просто извини откуда откуда он там достается я не знаю даже из-за карты орудия фина по сути говоря эта техника это просто наводчик и все ну правда первая половина это наводчик а вторая половина тащит а само орудие афины где-то на орбитальной на орбите земли находится честно говоря как вам как мне кажется это так и работает но я собственно говоря в этом точно не уверен как-то работать точно здесь он находит наземные войска зеленого жалко что дает на этом всю свою технику красивенько да действительно тут единственный вертолет оранжевого летает 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 и ищет себе цель наверное или наверно собирается оказать поддержку зеленому а они тут сопровождают свою дать зо тут будет даже прикольную штука да прикольная сцена и вам ее надо вам посмотреть разворачивается как-то тут дать зо рядом с нефтяной вышкой но тут его замечают гатимушники ракетометчики да все конечно же быстро продается а бог им оператора который вышел оттуда нарезает всех гатимушников анекдот на этом закончен но при ком то что было это единственный способ развить экономику оранжевому да в этом ты жуть была этого анекдота но правда у него есть второе друзья увидим развернется она или нет я точно не помню хотя только что смотрел эту игру так что тут с кг кг разваливается да жалко конечно кг но бывает такое и в итоге сейчас тишина у красного толком ничего нету реально кстати у меня толком ничего нету послушайте звуки они вы раньше слышали звуки они я нет почему звуки такие как будто он игрушечный и серьезно нет реально это как будто игрушечный робот идет серьезно звуки именно такие реально прикольно но немножечко асмр тишины и звуков прикольных как видите игроки все еще общаются и у них какой-то план создал не переписываются или лучше в скайпе находится а еще лучше дискорде тут беспалевное дерево типа очень беспалевное дерево эх а кстати в итоге она погибать и кстати никогда не понимал почему ракет ракеты не так много наносит урона пехоте ракеты если взрывайся пехоте то вот тут владыка до а у нее мы деактивируется и спасать тем временем тем самым масте масте кстати здесь развернуться чтобы его советик мог построить обогатители кто не понял тут они буквально вдогонку допиливает это твс то что не смог сделать фиолетовый завершить красный или нет или не сможет выживет ли оранжевый все показывает на то что он не выживет а он выживает у нас от физики выживают это уровень выживания вы просто представьте себе это уровень выживания кстати говоря голубой всю игру тоже пытался выживать ну парам правда выжил по при помощи красного теперь они поменялись местами раньше красный был очень развит голубой выживал потом они как-то более-менее вместе были одинаковые развились да а теперь красный выживает за счет голубого да бывает же такое догадается ли да догадается да и почти все ракетчики умерли что на самом-то деле это очень плохо для голубого потому что теперь его техника без защиты у него всего трига чумущникова этого мало а ну тут подлетает аполлона и все аполлона хотя бы оттянут гибель тут то вы кастере вызываются да там кучу кучу разнообразных лазеров и в итоге все еще не что дается хотя нет не все почти все уничтожается как пехота после такого выживать ящи не понимаю я не беру не могу взять в толк ходить бомбу оставили беги беги рабочий живи живи до рабочий старатель выжил это старатель где богателе тоже стоит вроде как деле еле дышит но все-таки стоит что тут у заборочного цеха у него все нормально он похоже судя по всему отчинился за какие-то деньги а его дожил медленно верно она карабкается наверх потихонечку потихонечку помоленечку по зернышку по семечку у зеленого уже есть группка маленькая здесь на территории врага кнопка сплита это самая лучшая кнопка мне покажется букве вот ее не хватает старкарте я сейчас серьезно говорю старкарте и не хватает войска почему-то деактивируется так орудия финны издалека бьют по мсс и кстати они что-то очень мощный выжигает его даже я бы сказал как-то слишком мощно для чем ученики в итоге не дают нормально и все и подъезжает танк хамелеон который устраивает лазерный шоу очень странно не умирает и притворяется деревом вертолет в итоге разрушает по моему последнюю нормальную постройку красного а в итоге голубой сдается все это отдаются красному а что красному делать он все он проиграл не будет он же оттягивать игру да пожалуйста не будешь ли 5 агитрую давай 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 ну ладно в итоге он любом случае израина кстати выбор из игры это он был голубым я почему-то в игре называл ураль но не суть и на этом мне кажется не проиграет да всем спасибо давайте промотаем быстрее и да они проиграли все всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока вот статичку увидите пока пока